всем привет опять я на стройке хочу вам рассказать что у нас здесь случилось в апреле и в мае вот так как случилось в принципе не очень вернее случилось много чего но это все однотонная работа поэтому я снимаю сейчас только одно видео но тем не менее хочу вам рассказать что здесь произошло что мы делали в апреле я не знаю мужчины меня поймут или нет женщины скорее всего вот бывает такое вот что вот заходишь ну и понимаешь что из-за всей грязи прям работы не видно вот так вот у меня было такое настроение в начале апреля я зашла и подумала боже мой взяла пылесос и пошла убирать вот результат этого всего на втором этаже у нас идеальная чистота можно даже с пола кушать наверное да все вот эти вот кусочки стекловаты которые где-то еще торчали под черепицей все достала нашла еще одну мертвую крысу вот на втором этаже у нас чистота и порядок на первом так себе вернее уже опять можно упираться везде земля везде земля откуда земля выкопали новую значит новую яму следующую комнату вот так вот она выглядит наша еще одна яма здесь принципе все готово только по уголкам еще чуть-чуть земли землю собрать и наткнулись значит на вот эти две трубы по которым идут по которым идет наша электрика то есть наш главный главный вход в дом это вот именно вот эти вот трубы план теперь значит такой должны приехать с наши эти значит профессионалы которые будут перекладывать нам все вот эту вот инсталляцию на улицу потому что этот ящик не должен быть в доме из-за пожарных там во всяких этих вот ну и это как мы видим длится длится жду я уже довольно долго но я надеюсь что в июне они все приедут вот за этого у нас здесь работа чуть-чуть остановилась а так бы можно было уже сюда засыпать щебень и и заливать наконец-то вот это вот все вот все вот это вот заливать бетоном вот железо нам уже привезли наши сетки то есть можно в принципе как только так сразу вот но это в принципе все в апреле больше ничего не случилось а в мае значит вышло солнышко и я сказала что сначала надо навести порядок в огороде высадила всю свою рассаду высадила помидоры огурцы баклажаны кабачки перец что у нас там еще растет свекла редиска репка какая-то ну всякие конечно там укропы и базилики луки и морковки и редиски вот что еще картошка картошка моя вот ноябрьская четыре кустика мышки мне оставили все-таки выглядит очень хорошо растет хорошо чеснок подсолнухи кукуруза фасоль горох короче всего помаленьку вот и теперь значит теперь это выглядит так что в конце мая вот эта работа в огороде как бы закончена ну то есть там поливать и полоть это так часик в неделю я себе позволю а в остальном доме надо пахать теперь у нас значит вот решили продвинуться чуть-чуть побольше успеть сделать план какой ну во первых вот эту электрику переложить естественно для этого надо будет на улице раскопать траншею у нас в июне появится новый помощник настройки могу вам уже сказать вот что еще одну как минимум один как минимум один вот привезут лестницу электрическую из которой мы полезем на крышу убирать оттуда вот эти верхушки дымоходов как вы видите он до сих пор еще здесь вот и значит можно будет потом его здесь сломать уже их обоих вот что еще еще все-таки не выдержала я решила попробовать кирпичики фасад положить показывать вам не буду первый блин всегда комом поэтому покажу вам первый блин когда второй уже будет хороший ну или третий я сказала три попытки у меня есть если все будет плохо тогда мы позовем каменщика а если будет более-менее эту заднюю сторону я буду вложить сама наверное ну посмотрим вот это значит в следующем месяце вот и что еще плату можно будет заливать трубы мы снимем я сказала про помощника сказала но в принципе принципе вот и все больше ничего такого особенного и не произошло это все что я могу вам рассказать за апрель и май не очень много чуть-чуть мы конечно не поленились вот но в июне теперь значит газ 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 вот прощай с вами оставайтесь здоровыми не болейте увидимся в конце июня пока пока а 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